Здравствуйте, мои дорогие друзья! Дорогие, добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таролок Юлия Петрова, я Таролок Практик. И, конечно же, я рада вас приветствовать на своем канале. Всегда, всегда отношусь с большим-большим почтением к вашим комментариям, всё читаю. В последнее время стараюсь быть максимально на связи с вами, пытаюсь отвечать. Всем спасибо большое за вашу активность, лайки, за то, что делитесь видео моими. Мне безумно это приятно, и спасибо, что вы даёте мне знать по поводу того, что вам нравятся, проигрываются расклады. Это безумно-безумно важно. Спасибо ещё раз вам, мои дорогие. Сегодняшний расклад у меня на тему, какой вот всё-таки он вас видит, какое место в жизни вы его занимаете, что вы для него сейчас значите. То есть в его жизни сегодня что вы означаете. Смотрим, как всегда, на сигнификацию отношений. Расклад общий, позиция одна. Загадайте мужчину, давайте вот сейчас просто представьте его образ, подумайте о нём. Я бы хотела вас попросить сконцентрироваться, назвать сейчас его имя, дату рождения и спросить, кто я для тебя, кто я для тебя. А также назовите свою дату рождения и скажите, вопрошаемая, такая-то дата рождения, такая-то спрашивает. Да, хочу знать, что я значу для тебя. Говорим, девчоночки. У кого как получается, кто в уме, кто вслух, что я для тебя значу. Что вы для него значите. Сегодня звучит расклад, ваши отношения. Посмотрим, какой мужчина ко мне пришёл сегодня. Ваши отношения висят на том, что вы шанс для этого человека. Всё время. Вот сколько вы его знаете, столько вы шанс для него. Он не хочет вас не отпускать, не уступить дорогу кому-то другому в пользу того, чтобы вами поделиться или быть благотворительным в пользу того, чтобы вы нашли отношения с кем-то другим. В данном случае я хочу вам сказать, что это далеко не так. Здесь человек, который очень хочет использовать свой шанс. Да, то есть удивительно, крайне интересно то, что он абсолютно никак не хочет вас потерять. И действительно для вас эти отношения приносят свои какие-то, может быть, хоть и небольшие, но бонусы. Но больше всего здесь получает мужчина почему-то. Мужчина выходит собственной персоной, королём Пентаклей. Ну, мои дорогие, что хочу сказать. Король Пентаклей это вовсе, конечно, неплохой мужчина. Он потенциально очень даже может обеспечивать семью. Он достаточно может быть интеллектуально развит. Это человек, который может вести своё дело, может быть лидером, может занимать руководящую должность. Позиция, когда мужчина что-то решает, принимает решения за какие-то коллективы, может отвечать за какие-то финансовые здесь вещи. Поэтому я, конечно, хочу вам сказать, что на этом человеке может быть достаточно большой такой пласт работы, который он постоянно регулярно выполняет. Это работа, которую он действительно пытается постоянно крутить. То есть здесь достаточно занятый человек мне идёт. Ваши отношения на сегодня такие, что человеку этому довериться можно, но он действует в отношениях, в своих интересах. И вроде как бы у вас вот большое количество и обид, может быть и упрёков друг к другу, невысказанных упрёков, конечно же. То есть вы на самом деле очень много чего хотите человеку порою сказать, иногда молчите, сдерживайтесь. Есть такой момент, что вы выбираете, может быть вообще вам не нужны эти отношения. То есть вы и мужчина уже думаете, а может быть этот мужчина мне не нужен, а может быть с этой женщиной отношения себя исчерпали. Отказаться друг от друга, тем не менее, полностью вы не можете, потому что здесь карта влюблённых, идёт здесь большое количество чувств. И здесь очень многие пришли у меня из треугольников, где есть посторонние лица, которые не дают этим отношениям точно так же развиваться здесь. Потому что здесь не очень однобокие факторы, здесь их достаточно много, и они такие приличные, скажем, ощутимые по весу. Далее. Что ещё происходит у данного мужчины сейчас, вот как бы с ним что? Чтобы вы понимали сигнификацию самого мужчины. Мужчина сейчас может общаться с тайной женщиной. У мужчины сейчас треугольник, он проводит время не с вами, скорее всего, здесь он проводит время с другой женщиной. К сожалению, да, потому что, ну, во всяком случае, это так и есть. Узнаете правду, во всяком случае, может, знаете уже. Ну, по повешенному, конечно, отношения ваши сейчас не развиваются. Он в вашу сторону не действует. Если действует, то с периодичностью по какому-то поводу и нужде. По большому счёту, я здесь наблюдаю то, что человек здесь пока что почему-то по десяточке мечей то ли отстранился, то ли ждёт от вас каких-то сигналов. Ну, вот как бы какой мужчина на сегодня? Здесь всё ясно. Ну, я предлагаю вам приступить к интереснейшему вопросу. Да, кем вы всё-таки для него являетесь? Давайте выясним это. Задавайте вопрос мужчине. Кто я для тебя? Что я для тебя значу? Что же вы всё-таки значите для него для начала, да? Вы понимаете, что, как бы здесь, может быть, вам не казалось, что он, да, да, он поверхностный, да, он отстранённый, но он всегда, вот, во-первых, все старшие арканы, кроме одной карты, да. Я хочу сказать, что достаточно, достаточно здесь интересная и в то же время сложная ситуация. Сейчас послушайте, пожалуйста, внимательно ушки на макушке, девчонки. Почему? Потому что здесь мужчина с вами комфортно чувствует себя, скорее всего, в треугольнике по троечке мечей, да, то есть это мужчина, который действительно здесь комфортно чувствует себя, если есть ещё третье лицо. То есть у вас именно какой-то, он такой упакованный мужчина достаточно, да, вот так вот скажем, не одинокий точно. Хотя без вас чувствует себя достаточно плохо, да, то есть если вы на расстоянии, ему достаточно трудно это расстояние переносить. Как он, кто вы для него вообще, да, и как он к вам относится? Но он относится к вам так, что ему повезло с вами, он понимает, что вы как бонус и таких вот женщин, как вы, он понимает, что, ну, не дарят два раза здесь, да, такую просто прелестнейшую возможность. Поэтому, конечно, здесь нужно понимать, что человек однозначно себя чувствует комфортно рядом с вами. Но по нулевому аркану, по дураку, он поверхностный и отношения он эти всерьёз сейчас пока что не воспринимает. И двойка пентаклей, всё потому, что он на выборе. Но то, что мужчина стоит в выборе, это тоже говорит о многом. Во всяком случае, вы не просто стоите, курите в стороне, знаете, что называется, а вы занимаете конкретную позицию в жизни этого человека. Вот. Какое у него к вам отношение? Ну, смотрите, здесь отношение такое, что мужчина понимает, что вот у вас на грани отношения очень большой лёгкости и очень серьёзных, как бы глубоких отношений. Он понимает, что если он хоть один шаг сделает в вашу сторону, то ему придётся эти отношения делать серьёзными и достаточно глобальными. Что это как бы чуть ли не под венец вести, да, что называется. Поэтому здесь мужчина остаётся вот в такой игре, знаете, в таком дураке. Потому что здесь достаточно понятная для меня тактика работы его, да, в этих отношениях. Какую роль он сам отыгрывает, тоже понятно. То есть, если он наполняется у вас, но если он понимает, что если он немножко даст вам просвет для серьёзности, для серьёзности своих намерений, что он уточнит вам как-то свои позиции, свои дела, вот что он хочет от вас, какие отношения, в принципе, он здесь хотел бы получить. Он даже молчит и даже об этом может думать изредка, чтобы просто туда не углубляться, в эти мысли, понимаете. Здесь человек достаточно такой, да. Вы для него кто на сегодняшний день? Вот в его жизни вы кто? Кто вы для него на сейчас? Вы перспектива на длительное время. С вами не хочется прощаться. с вами, если даже и попрощался, то всегда думает о том, что можно вернуться и желательно было бы, конечно же, да, к женщине возвращаться, хоть как-то, да, здесь, скажем, не углублять, да, вот это всё, но при этом возвращаться и нашим, и вашим, и игрушку скушать, и с дерева не свалиться. Ну, всё вот в этом роде, да, отношения он хочет длительные, вы его интересуете, вы как женщина ему интересны, но по девятке мечей связан обязательствами какими-то. Здесь мужчина, напишите, пожалуйста, какие конкретно в вашем случае это обязательства, я обязательно почитаю, потому что здесь интересно то, что у него здесь к вам как будто бы не просто, вот он закрыта дорога, понимаете. И он по рыцарю мечей, он здесь и злится, может быть, да, потому что он не может вам предложить то, что вам хотелось бы здесь получить. Расклад очень необычный, кстати. Ещё, насколько он всё-таки вас вот серьёзно воспринимает, насколько перспективно. Пока что он, я же говорю, он закрывает это всё, он понимает, что вы ему кармическая партнёрша, он понимает, насколько серьёзно вы вошли в его судьбу, какое место вы занимаете, что вы важная персона, что вы нужны, что к вам хочется прийти, что к вам тянет. Но он пытается быть хоть и кармическим, да, но по отшельнику он пытается почему-то всегда от вас отдалиться, у вас всё время какое-то расстояние здесь идёт, у вас здесь всё время какая-то отстранённость. То есть мужчина не до конца с вами, не до конца ваш, сейчас он и не действует как-то, то есть сейчас он вообще просто залёг на дно. Ещё и пятёрка пентаклей. Вы для него кто? Он мне не хочет говорить уже который раз, да, вот чтобы сказать, что никто, я тоже не могу, потому что мужчина просто закрывается, да. Он мне всё время тут отнекивается, что ему нечего вам подарить. Такое впечатление, что он говорит, я твою жизнь не украшу, прости меня, как бы, а просто... Просто быть он тоже не хочет, это не из тех мужчин. Тут мужчина, король пентаклей. Ещё. Ещё кто вы для него? Кто вы для него? Ну, давайте так же. Я хочу сказать, что, во-первых, у вас потрясающая, может быть, сексуальная связь, от которой тоже ему трудно отказаться. Кроме того, ещё и королева мечей. Вы достаточно холодная женщина. Ему нужна женщина со стержнем. Этот мужчина, ему нравится ваша вот такая вот, понимаете, боевая обстановочка. Что вы можете и улыбнуться, и вы простая, как бы, в общении. И навстречу пойдёте, и нахер пошлёте. Короче, тут всё как бы, да, вот как есть. Ну, и карта солнышка говорит о том, что он радуется вам всегда. Ему всегда приятно слышать от вас что-то. Да? Давайте уже просто вот выпросим у него хоть что-то, потому что какая-то информация от него идёт. Вот давайте сейчас вот решительно подумайте о нём. Да? Ещё раз. То есть, что вы значите для него на сегодняшний день? Ну вот, наконец-то вы запросили, девочки. Нельзя было бы побыстрее о мужчине подумать. Потому что я так понимаю, что долго не думали. Так, интересно то, что наконец-то мы закрывали, закрывались. И вот как бы пошла, как бы, разговорили мужчину. У вас мужчина не только в жизни закрытый, но ещё и в картах не очень хорошо любит отвечать. Мужчина привязался к вам. Привязался достаточно серьёзно. И закрывает это очень тоже сильно. Вы можете вообще никогда об этом не узнать. Почему он закрывается? Что происходит? Для него вы, королева кубков. Наконец-то он мне выпустил даму, которая хоть... Это единственная дама пока. Вы заметите, сколько я карт разложила. Это первая дама. Наконец-то он показал, какая вы. Да? Потому что нет, не первая, вторая. Королева мечей, королева кубков. Но, во всяком случае, вот с чувствами, наконец-то, хоть что-то. Меня радует, что это не королева мечей на чувства идёт. Что вы для него это любимая женщина. Это всё-таки достаточно важный аспект. И я хочу вам ещё сказать, что здесь идёт у меня ещё и башня. Что он понимает, что, может быть, я со своей любовью тут вообще не сдался ей. То есть, я тут приду с чувствами. И чего дальше? Всё-таки, насколько важны вы в его жизни? Да, то есть, если, допустим, вы отсутствуете в его жизни, то что он теряет? Какая важность вас всё-таки в его судьбе? Что он теряет? Теряет он всё. Девочки, вот если не будете вы этому человеку открывать душу, Если вы двери ему перестанете открывать в свои мысли, в свой дом, да, у кого что? Потому что у кого-то мужчина иногда всё-таки возвращается. А есть девочки, которые в мысли пускают мужчин в голову, да, сюда. Висните на информации. Вот если перестанете его впускать, это всё. То есть, карта мира. Потому что для него, у него много чего испортится в жизни. У него испортится вот это вот желание вообще быть каким-то нарядным, желанным, интересным, привлекательным. То есть, он почему-то здесь становится какой-то... Вот когда он к вам приходит, он такой весь, ну, вот такой, да. А когда, ну, как бы нету, то вот рыцарь кубков, который мечтает только о том, чтобы быть таким, да. То есть, троечка Пентакли. Ну, конечно, он теряет вот эти длительные отношения, которые достаточно значимы для него. Очень интересный расклад. Мужчина супер, ультра неразговорчивый. Но мы сегодня смогли его вывести на чистую воду, девчонки, и узнать, что здесь к чему. Вот такой был замечательный расклад. Пожалуйста, поддержите это видео лайком, сделайте репост, поделитесь с подружкой этим каналом, с сестрой, с каким-то товарищем по жизни, да. Может быть, кому-то эти расклады придутся по душе и будут нужны. Я очень рада была сегодня сделать такой раскладик для вас. Ну, и мы, конечно, встречаемся с вами в следующем видео. Я вас обнимаю, желаю всего самого наилучшего.